Двусторонняя игра расширенным составом – это промежуточная проверка магнитогорской молодежки. Стальные лисы завершили первый цикл предсезонной подготовки. Новый тренерский штаб команды поэтапно выстроил работу, постепенно добавляя нагрузки и действуя по принципу «от простого к сложному», чтобы минимизировать даже возможность получения травм и планомерно подвести команду к следующему этапу. В первую очередь, конечно, работали над техническими моментами, поработали и по группам, и общими группами, то есть сделали такой втягивающий режим на земле. Вот такая планомерная работа в плане развития физически качеств на земле, той же самой силы, потому что есть ребята молодые, им еще где-то не хватает именно вот этих силовых показателей, чтобы со старшими ребятами конкурировать в этом плане. Ну и, конечно, смотрим много видео и в раздевалке, и тренерским штабом, разбираем наши двухсторонние игры, микромоменты, ошибки и положительные действия тоже самое. То есть приводим, как пример, за что нужно цепляться ребятам, за положительные действия на льду, как говорится, полезные действия на льду. Работы много, и еще много предстоит работы, парни молодые, вот, особенно много ребят, которые вообще первый раз, в принципе, ну, можно сказать, во взрослый хоккей начинают играть. И, ну, еще есть, так скажем, остатки детского вот этого хоккея, который они в школе получают. Здесь немножечко совсем по-другому и спрос, и, так скажем, темп тренировок, поэтому, ну, перестраиваются. У всех желание хорошее работать, большое, поэтому это самое главное. Белые против синих, три периода и четыре арбитра в поле. Двусторонняя игра максимально приближена к боевым условиям. Игроки выкладываются на максимум. Если это не экзамен, то точно зачет. Его принимали и главный тренер Лисов Станислав Шумик, и спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляка, и сотрудники скаутской службы клуба. Ну, а ребята на поле старались показать товар лицом. Конечно, мы стараемся каждого мальчишку здесь отслеживать, там, его сильные качества, качества, которые стоит подтянуть, да, кому-то подтянуть, скажем так, в физические кондиции, в плане, опять же, той же силовой подготовки, взрывной силы, скоростной и так далее. То есть, все это делать совместно, я думаю, это должно дать свои плоды, как говорится, положительные сдвиги должны быть обязательно. Ну, побольше уделяли, как всегда, катанию, технике, но и чуть игра перестроилась, чуть играем в другой хоккей, там, чуть-чуть другое требуется от каждого игрока, что-то свое и что-то еще дополнять в каждом компоненте. Долгое время счет оставался неоткрытым, но в концовке первого периода белые вырвались вперед. Станислав Шумик во время перерыва поработал на обеих скамейках. И если здесь у него там проатаковал, подхватил вашу лавку, посмотри, где-то он по узни немножко, покажи, уйди в глубину зоны, подожди, пускай у тебя защитник сменится, свежий выскочит, поменяется с другим защитником опять, он уйдет, поменяется опять же, нападающий здесь быстро поменяется. Постарайтесь провести вот эту смену по ходу. Те же самые канадцы, они за игру успевают, там, вот, если запирают до последнего чемпионата мира, они по три смены успевали проводить таким образом. Вот это наложение звеньев, используя дальнюю скамейку. Ну, тут, скажем так, наша специализина уже работает, допустим, сверху посмотрел, средняя зона, там есть проблема, отдаем много пространства соперникам, то есть играть поплотнее, создавать численное преимущество на каждом участке поля. Опять же, мы прекрасно понимаем, что ребята под определенной нагрузкой, не везде хватает, скажем так, они начинают это компенсировать, там, выбором позиции, да, перестраховываться. Ну, пытаемся донести, что сейчас это можно делать, можно ошибаться, никто за это не наругает, как бы, то есть, руки развязаны, учитесь, развивайтесь, у вас не должно быть такого понимания, там, боязни ошибиться, вот этого, прежде всего. Ошибки не совершает тот, кто не играет. Руководили составами в белой и синей форме помощники Станислава Шумика и Николай Лентюгов и Виктор Постников с первых дней предсезонных сборов активно включились в работу. На самом деле, честно, может так грубо скажу, но я кайфую от работы, от того, что целый день на арене с 8 до 8 меня поддерживает моя семья, которой рядом нету, вот. И, наверное, я им благодарен, что они выдерживают этот момент, что я сейчас здесь один, и, в принципе, старт у меня, что я посвятил вот все свое время, так скажем, лично, семейно, вот, команде. И, в принципе, я очень доволен и благодарен руководству, что дали мне такой шанс попробовать себя в этой стезе. Главный результат итоговой двусторонней игры все же не счет на табло, и тренеры и специалисты клуба получили большой объем информации, необходимой для выстраивания дальнейшей работы на предсезонке. Следующий этап – выездные сборы, которые «Стальные лисы» впервые проведут совместно с главной командой «Магнитогорска». Будет классно, если получится там где-то посмотреть на их тренировки, там, подчеркнуть для себя что-нибудь. А так это обычные сборы, которые надо провести с пользой для себя. Да, мы встречались с тренерским штабом, с Ильё Петровичем, разговаривали долго, обстоятельно, и по тактике, и по самим парням. Есть на заметке ребята, которые, вполне возможно, будут уже привлекать там на сборах в Минске.